привет друзья с вами снова кирилл куницкий и в этом бизнес-инсайте я хочу поговорить с вами о модели лидерства о том каким образом руководитель может проявлять себя по отношению к своей команде существует две разновидности модели лидерства которых я много рассказываю на программе собственник бизнеса и на других программах бизнес конструктор одна из них это так называемая рис infrastructure либо административного Además этого лидерство когда руководитель рассматривается трудников как свой ресурс для достижения своих целей и фактически считает что сотрудник это не что иное как совокупность трудочасов которые руководитель купил за деньги за зарплату которым платит сотруднику для того чтобы сотрудник достигал тех результатов выполнял эти задачи которые ему ставит руководитель и так такая модель лидерство является достаточно ущербны потому что фактически она закрывает сотрудников из-за того что руководитель тянет что-то что сотрудник как бы ему должен да то что за что руководитель заплатил деньги у сотрудника рождается встречная реакция сила действия равняется силе противодействия и сотрудник начинает стремиться отрабатывать свои деньги выдавать ровно тот объем работы который за которому заплачено и их ни о каком включении ни о каком искреннем вовлечении в развитие компании речи быть не может и есть еще один такой побочный эффект который имеет данная модель лидерства фактически руководители продолжают ее применять по одной простой причине им важно поддерживать чувство собственной значимости и они поддерживают его с применением вот этой вот власти то есть они используют власть для поддержания чувства собственной значимости мол я сказал люди делают я властная соответственно я значимый и это проблема потому что фактически это получается управление не ради результата компании а частично ради удовлетворения собственного эго и альтернативная модель которую собственно я хочу вам предложить о которой я много говорю это модель служащего лидерства эта модель при которой фактически руководитель смотрит на сотрудника как на игрока команды а себя воспринимает как тренера человека который задача которого помочь сотруднику достичь своих целей в рамках достижения целей компании то есть про синхроне цели компании с целями сам сотрудника и это очень важная модель потому что она в ее основе лежит очень важное фундаментальное понятие понятие заботы забота является важнейшим принципом на основании которого люди раскрываются и люди включаются в действительно в командную работу естественно при условии чтобы подобрали в компанию правильных людей потому что часто я получаю встречный вопрос кирилл так они сядут на шею так ребята не берите на работу тех людей которые сядут на шею и все тогда вы тогда все будет нормально поэтому альтернативная модель эта модель служащего лидерства то есть не команда для тренера а тренер для команды не оркестр для дирижера а дирижер для оркестра и вот именно эта модель способна раскрыть потенциал вашей команды совсем скоро у нас пройдет практикум построение сильной команды на которой мы целый день будем прорабатывать тему построения сильной команды, будем разбирать, каким образом построить сильную, включенную, замотивированную команду, набрать людей, построить систему адаптации, разработать систему мотивации, материальной, нематериальной, каким образом оценивать и развивать сотрудников, каким образом формировать сильную корпоративную культуру, то есть будет очень важное мероприятие, которого многие ждали, поэтому не пропустите его, присоединяйтесь к нему обязательно и в этот день мы проработаем с вами вашу команду с вами был кирилл куницкий если вам понравилось это видео обязательно поставьте лайк также напишите в комментариях ваши вопросы по построению сильной команды либо свои свой опыт по работе с командой по модели лидерства и не забудьте подписаться на канал если вы еще не подписаны потому что чем дальше тем круче впереди много классных видео по построению сильной команды увидимся следующих видео